Ребята, всем привет! А сегодня я буду строить пожарный автомобиль, а точнее это автоцистерна на базе КамАЗа. Это довольно узнаваемая машина, ее можно встретить практически во всех крупных городах Российской Федерации. И даже мне недавно посчастливилось с ней сфотографироваться, но, к сожалению, сотрудники службы МЧС были не очень довольны этим фактом. Итак, поехали! Как у любой модели АТВД, тут не возникло сложности со сборкой, разве что инструкция старого образца добавила некоторые неудобства. Эта модель увидела свет более 5 лет назад, так что я снова собираю раритет. И как это полагается грузовым автомобилям, я поделила модель на несколько частей, которые я буду грунтовать и красить отдельно. Это кабина, рама, надстройка, салон кабины и салон надстройки. Раму я загрунтую черным грунтом от Jim Scale, и он довольно хорошо цепляется за металл и черный пластик, но очень долго сохнет. А все остальные части я загрунтую из баллончика. Я даю грунтовке высохнуть примерно 8 часов. А купить наборы для сборки пожарных автомобилей можно в магазине «Модельная лавка». И обратите внимание, что доставка до пункта выдачи в большинстве случаев осуществляется бесплатно. Также на хобби можно сэкономить благодаря системе скидок. Больше заказов – больше скидка. Применяя этот промокод для своей первой покупки, вы не только сэкономите 500 рублей, но и поддержите мой канал. Ссылочка на магазинный промокод есть в описании. Если вы заказываете не первый раз, то можно воспользоваться промокодом «Даша». Пожарные машины сложно строить из-за специфической схемы окраски. По ГОСТу на переднюю часть должны быть нанесены две полосы белого цвета, а двери должны быть окрашены в белый цвет. И поэтому я нужные части кабины окрашу в белый цвет красками от мачете. И благодаря их ровному глянцевому блеску они отлично подходят для работ с моделями пожарной техники. А кстати, купить такие краски вы тоже можете в магазине «Модельная лавка». Обратите внимание, что окрашивать кабины очень удобно, размещая их на втулке от бумажных полотенец. И вот вам такой нехитрый лайфхак. А у нас стройки в алюминиевый цвет. Я также от фирмы Мачете покрашу шторки инструментальных отсеков. Ну а больше контента обо мне вне моделизма и техники есть на моей страничке на Бусти. А также я хочу выразить большую благодарность тем моим спонсорам, которые есть на YouTube, а также в ВК Донат и на Бусти. Благодаря вам я выпускаю видео регулярно. Спасибо вам, что поддерживаете мое творчество. А пока краска сохнет, я займусь ручными работами над рамой. Ими надо окрасить двигатель, коробку передач и радиатор системы охлаждения. А у меня с этим автомобилем был забавный случай. На улицах Москвы я заметила одиноко стоящий пожарный автомобиль. Только у него кабина была от КамАЗа третьего поколения, а не от второго, как у моей модели. И естественно, я решила поподробнее разглядеть прототип моей модели. Благо, хоть кабины у них разные, но настройка у них одна и та же. И пока я стояла рядом с пожарным автомобилем, на меня очень недобро посмотрел сотрудник МЧС. И после чего я решила ретироваться с места дислокации боевого расчета. И вообще я обратила внимание, что сотрудники МЧС странно на меня смотрят. Наверное, никогда не видели девушек-моделистов. А на этих кадрах я вырезанные скотча полоски наклеиваю на мордочку КамАЗа. И, кстати, в сети есть ГОСТ по окраске российской пожарной техники. И оттуда я взяла ширину полос и разделила на 43. И получила нужную ширину малярной ленты. И теперь самое сложное – это разместить две полосы строго параллельно. В отраслевом обозначении AC 3.2.40.4 скрываются основные технические характеристики автоцистерны. Емкость водяного бака – 3200 литров. Подача воды насосом высокого давления – 40 литров в секунду. А нормальное давление – 4 литра в секунду. Оригинальная настройка разработана московской компанией спецтехника пожаротушения. Конструкторы специально спроектировали ее под шасси КамАЗ-43253. И эта модель – частый гость у отечественных кузовных компаний и производителей различного спецоборудования. Красной краской от мачете я окрашу кабину КамАЗа. И мне очень понравилось, как у меня получился пожарный носатый Урал в видео пару месяцев назад. И теперь все пожарные автомобили я буду красить именно этими красками. Камский двухосник приглянулся своей грузоподъемностью. Шасси в состоянии нести настройку массой почти до 10 тонн. И этого для пожарной машины хватает слегкой. А в связке штатного 6,7-литрового двигателя, дизельного Каменс и шестиступенчатой коробки передач ZF для динамических характеристик вполне достаточно. Цистерну и остальное габаритное оборудование размещают на базе, что позволяет получить практически идеальную развесовку готового автомобиля. Также красками из скотча я заклею алюминиевые шторки инструментальных ящиков. И главная сложность в работе над моделями пожарных автомобилей – это большая морока с масками из скотча. Особенно это ощутимо при работе с этой моделью. Компактные размеры АЦ3-240-4 обеспечивают мобильность в мегаполисе. Стволом и распылителем водного давления, который расположен на крыше автоцистерны, как и пожарным насосом, можно управлять дистанционно. Лафет, установленный на крыше машины, подает воду на дальность до 70 метров. Автоцистерна среднего класса может работать как самостоятельно, так и в составе целой группы техники. В этом случае машина эксплуатируется как насосная установка для работы, как говорят пожарные, в перекачку. По обеим бортам расположены отсеки для специального инструмента. От банальных лопат, брезенты, огнетушителей и заканчивая пневматическими рожевными кусачками и перекусывателями дверных петлей. Чтобы ничего не забыть, из носимого специнструмента в кабине расположен еще один полезный прибор, который показывает, какой отсек машины не закрыт. Этот электронный страж не дает запустить двигатель, пока все оборудование не будет собрано и установлено на место. Алюминиевые рульставни не будут опущены. А вообще перечень специального инструмента настолько широк, что предполагает выезд такого автомобиля не только на пожары, но и на ликвидацию крупных ДТП или других чрезвычайных ситуаций. И уже белым цветом я прокрашиваю те места, где должен быть белый цвет. И, кстати, понять, как красить такую модель довольно сложно, так как у этих машин есть несколько вариантов окраски. И было бы неплохо, если бы АВД в свои наборы тоже клали схемы окраски. Например, я не с первого раза поняла, в какой цвет мне надо окрашивать крышу. И спустя некоторое время поиска я наконец поняла, что крышу на стройке надо красить в алюминиевый цвет. В модели пожарных автомобилей нечастые гости на моем рабочем столе. Но несколько прикольных экземпляров я все-таки решила собрать. И самым первым стал вот этот вот пожарный брутальный автомобиль на базе грузовика МАЗ-200. И вместо традиционной цистерны на нем установлен реактивный двигатель от МиГ-15. Этот агрегат нужен грузовику не для участия в фильме «Фассаж», а для тушения особо сложных пожаров своей реактивной тягой, своей струей. Например, их используют для ликвидации пожаров на предприятиях нефтехимической промышленности или же на газопроводах. А вторым автомобилем огнеборцев стала буханочка в 43-м масштабе от фирмы «Звезда». И такие автомобили часто используют в качестве мобильных штабов для координации работы нескольких пожарных расчетов на сложных пожарах. А третьим пожарным автомобилем стал вот этот шикарный ЗИЛ-131 с 35-м масштабе от фирмы «ИСЕМ». И модель, да и сам прототип просто сногсшибательный. Особенно меня порадовала надпись на двери, определяющая принадлежность машины Сергею Посаду. И она выполнена в стилизованном русском стиле с фрагментами храмов. Именно такой надписи на пожарных автомобилях я еще никогда не видела. И, кстати, многие используют этот грузовик в диорамах про первых пожарных расчетов, которые прибыли на тушение пожара после взрыва Чернобыльской АЭС. Но это не совсем верно, так как первыми туда прибыли именно цистерны на базе ЗИЛ-130. И это было верно показано в сериале «Чернобыль» от HBO и также в фильме «Чернобыль» от Данилы Козловского. А вот на такой брутальный автомобиль мне удалось забраться в парке «Патриот» на открытой площадке. Правда, этот экспонат выглядит не самым потребным образом. Видимо, просто за ним не ухаживают. И снова после маскировки уже белых частей на стройке пожарной цистерны я принялась за окраску ее красным цветом, основным. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И теперь время смывки. Поскольку обычно пожарные автомобили почти всегда чистые, смывка – это, по сути, единственный художественный прием, при помощи которого можно разнообразить восприятие модели. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Красками по стеклу я окрашиваю стеклянные элементы. И, в частности, синие проблесковые маячки я покрасила синим томиевским лаком. И это еще досанкционные запасы. И мне осталось поработать над мелочевкой, покрасить ручки и фурнитуру лафета для подачи воды. Однако не все так просто в моем моделистском царстве. У этой модели очень странно встает на свое место кабина. И почти у всех моделей, которые я видела у других авторов, что я нашла в сети – такая же проблема. Кабина как бы немножко наклонена вперед. И, возможно, так и должно быть, но мне, как человеку на профессиональном уровне, ищущем параллельности и перпредикулярности, это немножко коробит взгляд. И вот такая машина у меня получилась. Настоящий огнеборец. И она даже с рабочей ходовой частью. И можно откинуть кабину и посмотреть на двигатель. И, надеюсь, это видео вас вдохновило на постройку вашей собственной техники. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...